Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал, кликнули на это видео. Меня зовут Лера, и канал Лера Котик, это канал о комнатных растениях. Так, сегодня я буду снимать видеовлог. Я вас приглашаю поухаживаться со своими растениями. Посмотрите, пожалуйста, у меня изменения. Кто смотрит мой канал, тот знает, что для этого мои видео были на бобконе. Сейчас я переехала в квартиру, у меня вот тут новые полочки. Я их сделала не так давно, повесила. Расскажу чуть попозже в процессе видео. У меня появилась досветка. В общем, сегодня мне надо за своими растениями поухаживать, мне надо их полить, помыть. Мы пойдем с ними в душ. Я их буду удобрять, осматривать, потому что сейчас такое время. Мы зашли с балкона домой. И, в принципе, стало на улице холодно, с этого не начало уже сокращаться. В общем, с растениями сейчас нужно бдить и бдить. Поэтому приятного вам просмотра. Оставайтесь со мной, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я часто снимаю новые видео. И также из новостей у меня появился телеграм-канал. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот я вам о полочках рассказываю только сегодня, а в телеграме я написала об этом сразу. Поэтому я там на связи каждый день. Там уже собралось достаточное количество человек. Мы обсуждаем растения, новинки, покупки, какие-то сложности с растениями, какие-то приобретения, аксессуары для растений. Я там делала какие-то обзорчики с магазинов с растениями. В общем, там интересно, уютно, приятно, комфортно. А самое главное, что можно общаться в режиме реального времени онлайн постоянно. Нежели тут я выхожу, как выхожу, и, грубо говоря, односторонняя связь только в комментариях. Но в любом случае, сегодня я вас очень прошу, для меня это очень важно. Для продвижения моего канала поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если оно вам нравится. Также напишите какой-нибудь комментарий и подпишитесь. Спасибо большое. Так, ну всё, я вас приглашаю, тогда давайте будем начинать. Сейчас первым делом я понесу все свои растения. Порционно буду носить. Порционно, можно ли так сказать? Партиями, в общем-то. Партиями буду носить их душ, там мыть, купать. Потом, значит, я буду ждать примерно часик-полчасика для вас. Это будет одна секунда. Буду поливать, удобрять. И будем, кстати, важно очень красиво как-нибудь расставить растения. И, в общем, дальше расскажу ещё, у меня с досветкой есть одна фишка, что у меня досветка не до всех растений дотягивается. В общем, мне нужно выбрать приоритетные растения, которые точно нужны, досветка, которые нужно поменьше. В общем, расставить так, чтобы было красиво с точки зрения визуала и было всем всего достаточно. Поехали. Блин, посмотрите, я сейчас достала поддон, чтобы его помыть. Тут вот такая штука. Просто корней тьма. Я не знаю, что с этим сделать. Может быть, их обрезать. Я бы вообще недавно пересадила. Куда ещё больше горшок. Вот так уже. Огромный горшок. Я не думаю, что-то сыплю. Ну, это просто вообще, посмотрите, сколько он корней там в поддоне отрастил. Ой, ну, корни хорошие. Твёрденькие, светленькие. Вот так вот. Потом я еще раз положил на своё уголь. Дом. До новых事. Пока что-니까. Я туда. Я знаю. Я зря. Людиongo. Дж院2 VIлю. Ты weg. Его отвечал. Я всё. Я знаю. Я слышу дома. Я будет? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok сейчас тогда я вам покажу я вам так сделаю чтобы было понятно так вот я включаю эту кнопку нажала вот и до нижней полки не очень хорошо достает мне надо либо еще одну лампу либо что-то делать но в общем до нижней полки особенно вот этот вот участок не достает лампа 2 . освещается нормально 3 тоже ну вот последнее совсем плохо а если вот на эту полку его цеплять этот эту фитолампу то по-моему до той тогда плохо достает цвет да вот это хорошо будет освещаться это хорошо а последнее плохо в общем в любом случае мне нужна как будто бы еще одна лампа а так вот я купила на вал берез рассказывала недавно в telegram кинал кидала ссылку на эту лампу вот у нее есть такой вот пультик включить выключить можно поставить на таймер 3 6 и 12 или 9 часов так здесь можно выбрать чтобы горели не все лампы 1 2 снова 3 1 2 3 так и можно интенсивность света тоже регулировать вот видите мне светлее ярче точнее в общем вот лампу я приобрела свал берез еще что удобно кстати говоря у нее провод вот этот 250 сантиметров ну то есть до розетки отлично достает вот так и меня покупочки полочки я заказывала ой заказывала покупала ездили мы покупали в леруа мерлен такие вот полочки бюджетные очень тоже писала в телеграме я сегодня буду про телеграм твердить пока вы не подпишетесь в телеграме описала 166 рублей в леруа мерлен такая полочка плюс вот такие кронштейны по 52 рубля мне черные матовые ошибку допустили купили шурупы светлые надо было черные тогда смотрелось бы лучше но я потом придумал как если мы скорее вот замаскировать вот поэтому супер бюджетная покупка все вместе мне вышло 800 рублей с кронштейнами с полочками и вот все мои растения практически все мои растения вошли давайте туда сейчас пойдем доставать растюхи из ванной и будем их поливать у меня полная бутылка уходит на все мои растения сколько здесь три четыре литра 3 литра может даже сегодня больше потому что я сушила уже недели сейчас разбавлю чуть-чуть горячая вода из чайника вообще каплика смотрите у меня часто спрашивают как поливать растения чтобы не залить вот реально мне в телеграме писали в личку даже писали как поливать растения так чтобы не залить их чтобы было комфортно и знаете вот я всегда не знаю как отвечать на этот вопрос я конечно стараюсь помочь всегда но вот как это объяснить что когда я поливая растения вот я сейчас буду поливать вот этот сегодня я буду как будто бы сканировать горшок вот у меня включается рентген я начинаю сканировать примерно прикидывать сколько у меня там корней и сколько им понадобится воды плюсом я понимаю что каких-то горшках у меня быстрее грунт просохнет каких-то будет дольше сохнуть то есть такой момент на самом деле очень у всех все по-разному разные погодные условия разные горшки разные объемы у горшков ну то есть это такой момент поэтому очень сложно мне давать какие-то рекомендации я боюсь это делать потому что можно так насоветовать я скажу что я очень обильно там поливаю дефенбайху а у кого-то она сидит там в пластиковом горшке сидит в тени не знаю маленький горшочек будут поливать ее очень обильно и она умрет у меня большой горшок большой объем стоит в светлом месте грунт супер рыхлый я в нем уверена она сама у меня очень большая корневая система у нее мощная поэтому она пьет достаточно много вот поэтому по поливу такой очень тонкий момент нужно быть очень аккуратным и именно чувствовать свое растение но всегда всегда самый лучший способ проверить растение поливать сколько можно поливать какие количествах это засунуть палец горшок все лучше способа реально не изобрели можно палочку я всегда засовываю палец прикидываю сколько нужно налить воды что такое у меня здесь корни уже начали выглядывать господи как они растут быстро не знаю вроде и радоваться надо а вот сингониум честно говоря я не придумала ничего лучше кроме как эти корни просто обрезать я не знаю больше горшок я ему точно не дам куда куда еще больше может быть весной сейчас я все это обрежу я не знаю насколько ему это понравится мне вот тоже его корни огроменные не нравится ничего в общем посмотрим но выбора нет вот это ему все пока не нужно так ну давайте тогда будем поливать растение вода готова я знаю вот я сейчас пальцы не проверяю потому что я знаю сколько им сейчас нужно воду и как давно они у меня пили сколько пьет каждое растение я уже прям все знаю немножко замякулькас помните что замякулькас много у нас не пьет так тут только удовлетворение будут кстати синоним любой тоже он лучше его подсушить чем перелить и один раз вот это перелила у меня был минус один лист мгновенно быстро мне очень показал с ним так не надо пусть постоять немножко и пополиваю потом вернусь к нему с удобрением так ну наверное давайте я здесь пополиваю пока вода сразу браками насольется так хамидерея хамидерея меня в последнее время радует она мне столько новых веток выпустила вот я не знаю сейчас попозже покажу вот пока не видно ну прям вот раз два три четыре четыре пушистые веточки пушистая девочка моя так антра монта антра монту не надо сушить вот она не простит вот она сразу кончики все засушить так антра монки маски у нее тоже главное не перелить еще поливаюсь тем учетом что я знаю что дальше буду удобрять это тоже вода поэтому важно не переборщить. Так, все, у меня уже лейка подошла к концу. Вот такая маленькая у меня лейка, и я ее несколько раз наполняю за то время, как занимаюсь поливом, но я все равно не хочу ее менять на более большую, мне не нравится, я не хочу себе огромную лейку, чтобы взять одну и полить сразу все свои растения. Нет, я лучше ее несколько раз наполню, но буду ходить, аккуратно она держится в руке, комфортно. Моя леечка меня полностью устраивает. Ой, не молила ногу. Бывает, давай. Так, вы еще не полила. Не полила суси, да, суси? Надо его хорошенько полететь, делаю. Так, все, у меня запищала варочная, потому что я на нее составила цепи. Что не рекомендуется делать, чтобы не повредить варочную поверхность. Но, ну, я уже начал. Мастерку подлили. Еще немножко. Так, меканс. Меканс у меня тут грустит стоит. Тоже его польем. Эта лейка у меня не получится полной, наверное. Нет, полная она получится в любом случае, но вот две лейки с водой уходит на полив, и одна лейка с удобрением на все растения. Ну, я сюда сейчас добавлю тепленькой водички. Все. И удобрения я добавляю, я уже сто раз, наверное, говорила, полдозы, указанные на этикетке. Указано 10, я добавляю где-то 5-6, может. Так. Так. И перемешиваю. Не уверена, что мне хватит одной лейки с удобрениями, но у меня и вода отстойная закончилась. Так, ладно, разберемся сейчас. Сингоша. Покушай, пожалуйста. Так. Замик я не удобряю. Второй сингунь. Третий сингунь. Так. Его пересаживаю недавно, не буду удобрять. Третий сингунь. Так. Фикус. Возвращаемся к мойке. Стромальту не удобряю, я недавно пересаживаю. Так. Так. Устекает водичка. Местеря любит удобрения, поэтому его хорошенечку полюаю. чуть не забыл что у меня тут ванной стоит одинокий спатифилу он сегодня уже начал опускать листочки его я поливала водой сегодня утром не знала когда буду снимать видео его утром полила водой сейчас удобрением кроссовку очень важно сейчас у всех растений лишнюю воду слить из-под лёда водичка нам там не нужно сейчас я все всю воду со всех растений солью все перенесу сюда и будем уже располагать их на полочках не знаю как но вот лампа включена буду куда больше лампы попадает туда ставить любимые свои растения ладно у меня все любимые буду ставить какие-то растения которым я так думаю нужно больше света кого-то кому нужно меньше все это будут сюда ставить в общем то вот все мои растения и сейчас мне их надо расположить на трех маленьких полочках и на подоконнике сложная честно говоря задача но сейчас будем решать определяться поехали самое простое это вот здесь здесь с ней все просто и легко и понятно здесь здесь уже будет такая подставка это из леруа мельмен там раньше были специи но баночки специи сломались и теперь здесь подставкой служит для моего спецфилма. Даже не знаю, как поставить. Я в этом вообще не сильна. Садапсу точно поставлю на самый верх, чтобы у него слесали его лямки. Сейчас, знаете, главное, чтобы мои полки выдержали, потому что все растения напились и очень тяжелые. Надеюсь, все будет окей. Я привыкла в одном месте держать синглониума. Пусть они так и стоят в одном месте. Сложная задача. Может быть, вот сюда, как у меня уже стоял фикус. У него тут свет попадает. Обязательно пишите мне комментарии, как бы мы все тут поставили, чтобы поменяли местами, потому что, мне кажется, для меня это очень тяжелого, чтобы расставить все красиво. У меня как будто бы голова сразу отключается. Так, у нас тоже здесь останется, стоит. Она здесь и живет. На нее здесь свет падает. Манки Маск. Хочу хорошо, чтобы на нее падал свет. Моя красавица. Вообще шикарная. Роман-то. Вверх поедет жить. Честно говоря, я ее сюда отправляю, потому что она мне не очень нравится. Мне очень сильно я ее люблю, пока она не распушилась, пока у меня вся обрезанная. Я ее не очень люблю. Так, фикусы должны жить вместе. Обязательно. Так, и свет на нее хорошо попадает. А Сингоне он ее куда-то одел. Так. Ой, как он отпился. Тяжеленый горшок, лишь бы у меня полки выдержали. Здесь будет жить. Так, 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 так. Вот сюда. Никонца я вообще не люблю. Пока он мне не нравится, пока он такой страшный. Ниже. Чтоб я его не видела. У вас здоровое сердцевое. Как только он наберет листву, я его верну обратно. Дефенбахи. Ой, Дефенбахи. Господи. Огон его. Так, ладно. Постой. Надо самый такой вот пристроить. Ну, наверх только остается он или? Куда еще? Ох. 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 Пусть там угол стоит. Чуть-чуть на него как будто бы светок. С правой стороны, а слевой окно. он без засветки растет как не знаю кто быстро смотрите я вам сейчас попозже покажу которые я люблю меньше всего я убираю вверх кроме золотистого золотистого я люблю просто ему надо чтобы у него свисали рябки за мякулькас остался света невыносливый и пусть пока там живет я вам наверное на зиму вообще спальню вот вроде вот этого и получается получается вот так никак иначе света мало честно говоря лампа моя молодые цвета ну хотя нормально вроде дает цвет но в общем вы поняли сделайте выводы сами хорошо или плохо светит моя лампа так тут малыши карандаши и кстати можно поставить вот сюда прям под лампу не быстрее идут я быстрее их выткнул горшок пусть стоят это тоже сюда и это тоже сюда лампа достает хорошо в общем то вот такой результат у меня получился напишите пожалуйста в комментариях как как вам мои полочки как вам мои обновления вот я вам хотела показать свою аминдарею посмотрите какие она чудесные новые веточки выпускает вообще чудесные получается вот это новое вот вот нет еще был в общем она просто распускает классно супер красивая становится терра мой резной листик великолепный эти я сегодня не мыла потому что мыло недавно у нее такие блестящие красивые листочки поэтому секрет блестящих листьев это душ это протирание листвы ну все я на этом буду свое видео заканчивать друзья всех вас жду своем телеграм-канале также жду от вас поддержки комментариев ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на мой канал а мы увидимся в новых видео всем хорошего настроения пока пока